Так вот, антипутин-операция, это собственно операция не против лично Путина, а против Путина как лидера страны и фактически операции по уничтожению российской государственности. В феврале 1917 года все очень часто ошибаются, считают, что революция произошла сама собой, она была организована, поймая версии британской разведкой МИ-6. Цель свержения самодержавия была очень простая. Русские войска в мае 1917 года должны были войти в Константинополь, наконец замкнуть, и одновременно выйти к Тарсидскому заливу, летнее наступление русской армии, что было совершенно не нужно Великобритании. В итоге они решили две задачи, царь был убит, затем в 1918 году, ну, сначала был арестован, затем в 1918 году вся царская семья была физически убита. Для чего? Для того, чтобы мы не могли потребовать 4000 тонн золота. Да, вот мы говорим о золоте, при Горбачевиче было 2000 тонн, сейчас золотой запас 834 тонны, а у царской России был самый крупный в мире золотой запас, 4000 тонн золота. Его не стало, осталось, Сталин принял 22 тонны золота. Вот это золото исчезло, и чтобы юридические наследники царской семьи не могли претендовать потом на возврат этого золота, где он находится? 1300 тонн – это золото от Международного валютного фонда, то есть это основа вот этой долларовой пирамиды. А также банки Великобритании, США, Японии, частично Швеции и Норвегии. Вот где наше золото. Вот чтобы наши наследники царской семьи не могли требовать, их всех физически уничтожили. В 1918 году агенты британской разведки Свердов и Троцкий. Потом они были оба убиты со временем, но тем не менее, свое дело не было.